Решение языкового вопроса в Татарстане найдено, порядок, казалось бы, наведен. Настала череда осмысления того, что произошло. Мы снова в Москве, на этот раз в Центральном доме художника. Ярмарка интеллектуальной литературы Non-Fiction 19, главное книжное событие года. Центр притяжения людей, читающих, пишущих и потому понимающих суть происходящего. А что касается всей этой истории с проверками относительно конституционных основ в связи с языком государственным, вообще это, я бы сказала, такое печальное событие. И дело даже не в том, что президент задал вопрос, теоретически он может задать любые вопросы, а печально, как начинают исполняться даже не указы, а попытка ответить на эти вопросы. И если посмотреть, что происходит, я подробностей не знаю, но могу себе представить, что сейчас будет сокращаться количество часов сократили татарского языка, значит, в пользу русского. Вот, честно говоря, это разговор о том, что значит не знать нашу историю. Один из истоков русской революции был связан с тем, что Александр III в попытке создать такую национальную идентичность по модели европейских стран, так вот, он решил распространить, так сказать, русский язык на, как тогда говорилось, национальные окраины. Все это породило невероятное напряжение в обществе, и в момент революции одной из движущих сил это были, собственно, люди с национальных окраин. Творится очевидная глупость, ну, такой с человеческой точки зрения, ну, такое беззаконие, на мой взгляд, да, потому что, конечно же, в национальной республике, где есть коренное население, которое говорит на своем родном языке, и, конечно, все остальные, кто приезжает жить в эту республику, должны знать национальный язык. Как его выучить? Ну, хорошо, когда во дворе есть общение, как это когда-то было на Кавказе, многоязычный двор, есть армянский, есть грузинский, есть греческий и прочие языки, и такая каша, когда все друг друга обучают, и как-то так все говорят на разных языках. Ну, этой ситуации сейчас нет, она исчезла, надо учить. Понятно, что надо учить язык. Вот, и все отговорки насчет того, что я уже даже не знаю, чем мотивируют, что там загружены дети, или там времени не хватает, мне это кажется искусственными отговорками. Надо учить языки, надо знать. Никогда еще и никому знание еще одного языка не повредило, не помешало ни одному ребенку. Ну, послушайте, два часа, да это капля в море. Что можно за два часа выучить? У нас больше английский язык учат в школах по всей стране, никто его не знает нифига. Кроме хауду иду, никто не может, выйдите на улицу, никто не может двух слов связать на английском. Два часа – это абсолютно ничто. Конечно, я понимаю, что реальный язык учится не в чине двух часов в школе, он учится в семьях, там, где он учится в семьях, там, где в семьях разговаривают на татарском, там разговаривают на татарском. Но, тем не менее, если уже речь идет о преподавании в школах, ну, так надо оставить что-то более такое почтенное и более реальное, чем два часа в неделю. Мне кажется, что это не тот путь, по которому мы должны идти. И здесь речь не только о Татарстане, просто Татарстан – это наиболее, в данном случае, острый и веский пример, потому что, ну, Татарстан, в общем, это в какой-то степени флагман российских национальных образований. И многие другие национальные субъекты федерации смотрят на Татарстан. Как будет там, так будет и у нас. Поэтому мне кажется, что заставлять через колено сгибать, лишать возможности преподавания на родном языке – это неправильно, абсолютно неправильно и стратегически, и тактически. Язык должен быть, весь вопрос, кто этим должен заниматься. Естественно, заставлять учить язык нельзя, потому что, если ты заставляешь кого-то учить, получаешь обратную реакцию. Я считаю, что язык должен быть интересным. На нем должно что-то очень важное происходить, что станет привлекательным и для русских, которые живут в Татарстане, и для татар, которые, в общем-то, не хотят учить язык. И в этом случае очень важна роль татарской интеллигенции. Она должна создавать, рождать, должны быть произведения искусства, культуры, кино, живопись. Этого пока недостаточно. Если мы говорим о праве на изучение татарского или любого другого языка, любого народа, живущего на территории России, то это священное право. И мы обязаны его защищать. Причем, если речь о татарском языке, не только в Татарстане, но и в Москве, в Петербурге, в Калмыкии, где угодно. Везде, где есть люди, желающие говорить по-татарски, они должны иметь возможность в школе так или иначе его изучать. То, что вымывается национальная интеллигенция из образовательного слоя, в общем, не на первом шаге, а на втором-третьем, приведет к очень серьезным последствиям. Ну, например, давайте так сказать. Татарская литература, которую я знаю лучше, чем татарское искусство, она существует, она развивается, она мощно о себе заявляет. Вся страна прочитала Гюзель Яхину, вся страна, ну не вся, но очень многие прочитали роман Геатулина «Город Брежнев». И там чувствуется отличный русский язык и национальное сознание. Оно не педалируется, но оно там присутствует. Так что на первом шаге трагедии не будет, но на втором и третьем, да, могут возникнуть проблемы, в том числе и политические. Мы знаем, что передавив, например, в позднесоветское время ситуацию с русским языком в Латвии, получили на выходе взрыв национального и националистического самосознания в той же латышской будущей республике, на территории позднесоветской Латвии. Последствия были катастрофические. Деукраинизация, которая происходила в те же самые позднесоветские годы, она обернулась языковым и не только языковым украинским национализмом. Всякое действие рождает противодействие. Вот те, кто сегодня принимает абсолютно жесткие меры, подмешивают прокуратуру, не метод переговоров, не метод образовательных преференций, а метод давления, они могут на выходе получить результат обратный, желаемый, то есть ровно противоположный, языковой национализм, причем перетекающий в национализм политический. У нас же представление об истории, вот как о единой линии, вот, да, там, идеи Московского царства, где нужно принуждением, огнем и мечом выстраивать какое-то единообразие образцов. Вот это представление о том, что русский язык должен быть единым везде, я имею в виду, что главным и единственным, он опирается на очень устаревшее романтическое представление об истории, где основа идентичности – это язык. Мы прекрасно понимаем, что в современном мире идентичность национальная, коллективная складывается из многих показателей, и язык совершенно не обязательно, чтобы был главный стержень. К сожалению, в школе мы ограничиваемся замечательным Джалилем, но этого мало. Джалиль был давно, а татарская культура с тех пор и татарская поэзия развивалась мощно. Я спокоен за интеллектуальный потенциал Татарстана, потому что он предъявлен, это не то, что мы чего-то ждем в будущем, а это то, что есть здесь и сейчас. Я беспокоен некоторым напряжением и некоторым преувеличенным давлением, потому что, повторяю, пружина, которую вы слишком сильно сжимаете, даже если она не хотела распрямляться, она в конечном счете может распрямиться. И от неосторожных шагов я бы хотел власти предупредить. Ренат Ахмедзианов, Хамид Шамсеев, 7 дней.